МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Время для учёбы. Участники поисковой группы «Рысь» приняли участие в мастер-классах от нижегородских коллег. Егор Дружинин оценил, воспитанницы студии «Задоринки» победили на конкурсе «Мобидик». За многолетний труд и высокие достижения тренеры спортивной школы «Кар» получили благодарности губернатора. Далее расскажем обо всём подробно. Выплаты на детей в возрасте 8-16 лет получат семьи с невысокими доходами, заявил президент РФ Владимир Путин. Считаю, что мы должны принять новое решение. Установить выплаты на детей от 8 до 16 лет, включительно для всех семей с невысокими доходами. Мы должны поддержать их. Эта мера начнёт действовать с 1 апреля. А первые выплаты семьи получат в мае. Со своей стороны государство будет делать всё для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет, сообщает сайт Кремля. Участники поисково-спасательной группы «Рысь» прошли обучение под руководством нижегородских специалистов. Три дня интенсивной работы включали в себя изучение территории, поиск объекта в лесу и азимут-квест. Подробности далее. Весенние месяцы – горячая пора для поисково-спасательной группы «Рысь». И не только потому, что именно в это время людей пропадает больше. На протяжении нескольких месяцев добровольцы группы проходят ряд учебных занятий и курсов. Так, в течение трёх дней с 4 по 6 марта «Саровская рысь» проходила обучение под руководством наставников из Нижнего Новгорода. Первый день – теоретическая часть. Ребята обучались на старших поисковых групп, на координаторах поисково-спасательных работ, получили знания о ориентировании, как владеть компасом, как использовать средства навигации. Ну, это смартфоны программы «Локус», «Гуру Мапс». Ребята задавали интересующие их вопросы и получали на них уже ответы от опытных ребят-коллег. На следующий день добровольцам предстояло закрепить полученные знания на практике, а именно на вечернем тренировочном лесном поиске. Организаторы постарались создать все условия реальной ситуации. Начинает информацию о пропавшем человеке до дополнительных внештатных испытаний. Все ситуации, которые они будут отрабатывать в лесной местности на поиске, они все могут действительно с ними произойти. Не будет ничего фантастического. То есть, действительно, то, что может действительно случиться, это кто-то повредил ногу, упал, потерял сознание, вышло из строя навигации. Они должны будут понять, как они будут действовать, и то есть это все попробуют. Поиск начался в 17 часов, а закончился уже в темноте, около 21 часа. Но как результат пропавшего добровольца все-таки нашли. В третий день участники поисково-спасательной группы «Рысь» разбирали ошибки и недочеты поиска, а также проходили «Азимут-квест», работали с компасом по станциям на лесной местности. А с середины марта «Саровскую рысь» ждет следующая серия учебных курсов. С 14 по 15 марта в Сарове проходит антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Горожане могут анонимно рассказать о фактах незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. Сделать это можно с помощью ящиков для анонимных сообщений в молодежном центре, на проходных в НИЭФ, в вестибюле поликлиники номер 1 и детской поликлиники на улице Курчатова в торговом центре «Плаза». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Заболеваемость коронавируса в Нижегородской области снизилась на 25% на прошлой неделе, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Также специалисты отмечают снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе на 19,3%. Меньше стали болеть люди во всех возрастных группах. При этом в области все еще циркулируют респираторные вирусы, не гриппозные теологии. Из-за заболеваемости на карантине находится полпроцента школ и детских садов региона. В том числе один детский сад закрыт полностью. 13 марта в 10 часов на лыжной базе состоится прием-испытание в рамках комплекса ГТО. Сдавать будут бег на лыжах на все виды дистанций. Сбор участников у судейского домика. На каждый день приема нормативов необходимо заранее записываться через электронную форму на сайте спортивной школы ИКАР. При себе иметь удостоверение личности, медицинский допуск и номер участника комплекса ГТО. Телефон для справок 9-93-94. Госдума рассмотрит законопроект о регулировании цен на социально значимые товары и лекарства. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышает цены, прикрываясь санкциями, недопустимо. На пленарном заседании Государственной Думы обсудим этот вопрос с участием главы Федеральной антимонопольной службы, сообщил чиновник. С депутатами обсудили предложение о внесении изменений в федеральное законодательство, которое предоставит правительству право устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства, а также предельные размеры оптовых и розничных надбавок. Законопроект также обсудим с правительством и рассмотрим в приоритетном порядке. Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на личной странице в Инстаграме рассказал о текущей ситуации, которая сложилась в фармоотрасли. По его словам, в стране есть аналоги всех жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. При этом есть производство готовых лекарственных форм, которых не было в СССР. Практика локализации стала обязательной. Также большая часть субстанций тоже производится в России, а остальной объем ингредиентов весь мир закупает в Индии и Китае, написал министр. Он также успокоил нижегородцев по поводу работы зарубежных фармкомпаний. По его словам, все они продолжают работать в России. «Патентное право, технологии исследования – все это стоит очень дорого, и просто так отвернуться от российского рынка нельзя. Слишком высокие риски сюда больше не вернуться, или получить еще больше рисков от потери патентной защиты», разъяснил ситуацию Давид Мелик-Гусейнов. Не ожидается проблем с обеспечением лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, онкология, болезни сердца и сосудов. Все государственные программы продолжают работать, а на складах государственных и частных фармкомпаний есть запас необходимых медикаментов. Кроме того, врачи всегда могут подобрать альтернативные схемы терапии. По словам министра, незарегистрированные в стране орфаны и лекарства приобретаются по специальным правилам через Национальный фонд «Клуб добра» или через персональную закупку, которую организует медучреждение, а также за счет материальной помощи из регионального бюджета. Вместе с тем, российской газете в федеральном Минпромторге заявили о годовом запасе жизненно необходимых лекарств в стране. При этом по большинству лекарственных препаратов запасы превышают 25% от общего годового объема продаж в прошлом году. При этом могут быть задержки с доставкой лекарств из-за рубежа из-за сложности логистики, однако эта проблема решается. Воспитанницы студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» выступили на Всероссийском конкурсе хореографического искусства «Моби-Дик». Показали три танца и привезли три кубка, к которым прилагались два диплома лауреата в третьей степени и диплом лауреата первой степени. Более 150 танцев за 14 часов просмотрела судейская коллегия хореографического конкурса «Моби-Дик». Схема состязания была следующей. Участников делили на пятерки, жюри знакомились с номерами первой пятерки, выставляли оценки, затем приглашали следующую. Сложность заключалась в том, что деления по категориям не было. В пятерки попадали коллективы самых разных уровней. «Задоринки» с волнением справились, тем более, что для конкурсного настроя у них есть свой особый ритуал. У нас есть такой маленький обряд, который всегда придает нам уверенности, наверное. Мы перед каждым номером встаем в круг, держимся за ручки, закрываем глаза и пускаем искрку. И как бы это ни звучало, нам это правда помогает. Очень сильно мы настраиваемся на номер, потом мы стараемся молчать за кулисами перед номером, мы стоим, настраиваемся и потом уже выдыхаем. Оценивали конкурсантов Светлана Лутошкина, Сергей Марченко и Егор Дружинин. Встреча с Егором Анна Козловская шла три года. Это были три года упорной работы, долгих репетиций, регулярных занятий. Старания не прошли даром, коллектив наконец был готов выйти и достойно выступить перед судьей с мировым именем. Больше всего мы репетировали один танец, это не танго, потому что его поставила Светлана Лутошкина, которая сидела там в жюри на конкурсе, и это было очень волнительно, что-то напортачить, сделать не так. Поэтому мы больше всего готовились к этому танцу. А насчет «Ворона» и танец ЖЗГ мы особо не волновались. Мы знали, что мы справимся с ними. ЖЗГ – это номеры жизни в закрытых городах. Его автор Андрей Роживин. Танец «Черный ворон» за Дуринком поставил Павел Самохвалов. По судейским оценкам, два танца принесли воспитанникам Анны Козловской по 8 баллов от каждого эксперта, а «Черный ворон» – три десятки. Среди выступающих Саров был единственным с максимальным результатом. О том, что получили гран-при, задоринки узнали уже практически ночью, когда возвращались с конкурса домой. Была, конечно, возможность пообщаться с ними, судьями, на круглом столе, получить рекомендации. И я хочу сказать, что Егор Дружинин, он абсолютно такой же, как и в телевизоре, так скажем. Он такой же тактичный, легкий, воспитанный, справедливый, строгий, очень грамотный. Вот его слушаешь и прям просто получаешь удовольствие даже от того, как он комментирует какие-то недочеты. Не всегда есть даже у профессиональных танцовщиков. По итогам состязания «Заторинок» также пригласили выступить в закрытом грантовом конкурсе среди лучших хореографических коллективов по версии творческого движения «Левел Апп». Тренеры спортивной школы «Икар» Виктория Шалыгина и Эдуард Вешкин получили благодарности губернатора. В Саровчане отмечено за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, большой вклад в развитие физической культуры. Подробности далее. 19 лет назад Виктория Шалыгина пришла на работу в бассейн «Дельфин». За это время под ее руководством сотни маленьких саровчан сделали свои первые шаги в мир спорта. Многие из воспитанников Виктории Викторовны добились успеха на региональных и всероссийских соревнованиях, стали мастерами спорта. Сама тренер также неоднократно получала награды за свои достижения и работу. А в марте министр спорта вручил ей благодарность губернатора. Награда была неожиданностью. Позвонили за четыре дня до награждения. Было как-то очень приятно на душе, что оценили мою работу на высоком уровне областном. Это было очень приятно. Главное – любить свою работу, считает тренер. Только так можно добиться успеха. Еще занимаясь в училище Олимпийского резерва в Волгограде, Виктория Шалыгина уже хотела стать тренером. «Дельфин» для нее – это не просто работа. Это и хобби, и важная часть жизни. Под руководством Виктории Викторовны сейчас занимаются 96 ребят. Мы работаем для того, чтобы развить в этих ребятах силу, какую-то храбрость спортивную, чтобы он полюбил спорт не только плавание, но участвовал в других видах спорта, в школе. В совокупности всего мы развиваем детей. Уже с 12-13-летними детьми, нацеленными на высокие результаты, тренеры начинают усиленную работу. Цель – довести спортсмена до училища Олимпийского резерва и лучших московских спортивных школ. Мы должны спортсмена подтолкнуть к высшим достижениям. И если это моя жизнь, я понимаю, что в дальнейшем я буду радоваться за него в другой спортивной школе, что он добился высоких результатов. Я с легкостью расстаюсь и слежу за их выступлением и тренировочным процессом. Также в «Дельфине» занимаются с детьми с поражениями опорно-двигательного аппарата. Более 10 лет тренирует ребят Эдуард Вешкин. Занятие с такими спортсменами требует особого подхода и применения индивидуальных методик. Проблемы со здоровьем не мешают воспитанникам Эдуарда Петровича принимать участие в соревнованиях различного уровня и занимать призовые места. Буквально неделю назад мы выезжали на областное соревнование по плаванию среди спортсменов-инвалидов. Приездило четверо детей, приехали все в призах. Выполнены взрослые разряды. Вместе с Викторией Шалыгиной Эдуарду Вешкину вручили благодарность губернатора за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие физической культуры. СОРОВ Такая игра на ноль, так называемый сухой матч, единственный результат за весь регулярный чемпионат. Конечно, это в первую очередь заслуга вратарей СОРОВской команды, которые на протяжении игры успешно отражали атаки соперника и не пропустили ни одной шайбы в свои ворота. Теперь впереди у ХК СОРОВ розыгрыш кубка в плей-офф. Задачу ставим только первое место, будем для этого стараться, биться. Готовимся, готовимся, тренируемся, в зал ходим, кроссы бегаем. Константин Поляков у нас еще подъехал, подмога, старый такой товарищ наш. Свои голы он умеет забивать на опыте. Первая игра полуфинала пройдет для СОРОВских игроков на домашнем льду. В субботу, 12 марта, хоккейный клуб СОРОВ скрестит клюшки с ХК «Торпеда» из Лыскова. Прямую трансляцию смотрите на канале СОРОВ24, а также на нашем канале в Ютубе. Уважаемые болельщики, приглашаем всех 12 числа в 12 часов дня на хоккей нам поболеть, поддержать. Будем очень рады, ваша поддержка очень важна. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями в группе канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!